На территории Лобинского района проживают представители более 50 национальностей. Для того, чтобы все эти народы мирно сосуществовали, представителям власти, а также институтам гражданского общества, необходимо находить правильные решения для своевременного предотвращения межэтнических и межрелигиозных конфликтов. Вообще на территории муниципального образования Лобинский район эта деятельность ведется двумя основными органами. Это международная комиссия по межнациональным отношениям и общественным советам. Одним из таких важных аспектов этой работы является этносоциальный мониторинг, составление этносоциального паспорта. Мы должны с вами четко знать обстановку, владеть информацией о законной и незаконной миграции, и своевременно получать информацию о возможной почве для конфликтов на межнациональной основе, с целью того, чтобы в максимально короткие сроки выработать необходимый комплекс мер для их минимизации и предотвращения этих конфликтов в самой начальной стадии. Назвать обстановку неблагополучно в этом направлении в Лобинском районе нельзя. Но однако у нас есть какие-то предпосылки к тому, чтобы не закрывать глаза на эти процессы, происходящие у нас в районе, а руководствуясь современным действующим законодательством и сложившись фактическими обстоятельствами, необходимо руку держать на пульсе. По словам Светланы Панферовой, миграционный поток ежегодно увеличивается. Доля городского населения в общей численности составляет около 62% и наблюдается его незначительный прирост в основном за счет мигрантов, прибывших за пределы Краснодарского края. За 12 месяцев 2012 года на постоянное место жительства в Лобинский район прибыло 6184 человека. Это плюс 2,3% к аналогичному прошлому году. Было из района 3247 человек. Это в основном люди, которые переезжают на заработки, потому что в основном у нас переезжает Москва, уезжают на заработки в Дальний Восток люди. На конец отчетного периода на миграционном учете по месту пребывания состоит 473 человека. Это на 15% больше, чем в прошлом году. По месту жительства было зарегистрировано 202 человека. Тоже на 37% больше. То есть это говорит о том, что миграционные потоки к нам идут. Советник управления Департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Елена Егорова отметила, что в результате миграции с 90-х годов через территорию края прошло 5 миллионов человек. Часть этих людей осела на территории края, часть мигрировала в Ставрополье и Ростовскую область. В связи с этим возникла необходимость создания этнического паспорта Краснодарского края на базе этнических паспортов поселений. Когда уже миграционная составляющая была нам ясна, возникла необходимость анализа серьезного межнациональных отношений, путей их гармонизации и адаптации всех проживающих в рамках единой российской государственности. В рамках программы, которая пролонгирована в этом году губернатором еще раз на три года, она у нас и двухлетка была, и трехлетка, а сейчас в 2012-2014 годы, в рамках этой программы решаются многие вопросы проведения крупных мероприятий управленческой направленности. Каждый год семинар мы проводим со специалистами своими, выезжая в какую-то территорию. Вот в этом году мы были в Туапсинском районе, следующей будет территория Армавир, предыдущий год мы были в Лазаревском районе города Сочи, где знакомились с опытом работы, корректировали какие-то позиции и просто как бы приобретали определенные управленческие навыки. Согласно последнему докладу ООН, 78% жителей современного мира находятся в состоянии миграционного движения через региональные, национальные, наднациональные границы. Но парадокс в том, что переезжая с территории на территорию, они все продолжают себя идентифицировать по национальному и религиозному признаку. То есть принцип адаптации и слияния народностей, заявленный в Мадриде, не работает. Человек, попадая в незнакомую для себя среду, не просто не адаптируется к ней, он включает механизмы сохранения, страховки. Потому что единственное, что может спасти человека в период депрессии, это его национальное самосознание, корни – религия и духовность. Таким образом, я опять донсирую доклад, формирование, с одной стороны, социально-экономических, в основном отраслевых и сырьевых транснациональных сообществ, использующих транснациональную рабочую силу, а с другой – усиление национальной идентификации в мигрантах, в странах их пребывания, и является сегодня главным противоречием и основой этнических и религиозных конфликтов современной цивилизации. То есть современная сырьевая транснациональная экономика, она, в принципе, изначально создала основу для появления этих противоречий. Мы будем, имеющийся опыт работы нашей с мигрантами, только развивать. С 1989 по 2010 год в Россию выехало 55 миллионов, выехало 29 миллионов человек. Русские, несмотря на разговоры бесконечные о графическом вымирании, продолжают оставаться основным энтосом и имеют, даже по предварительным данным, 89,8% населения страны составляют. И есть очень отрадный факт, что появилась новая группа людей, которые в процессе переписи назвали себя русскими, русскими не являясь при этом. На втором месте армяне, 5% населения, потом идут традиционные украинцы, белорусы, немцы, татары, немцы и евреи. Молодежь – это именно та незащищенная часть общества, которая легко может попасть под влияние экстремистских организаций. В связи с этим в молодежной среде проводится ряд профилактических мероприятий. В 2012 год было проведено около 200 таких мероприятий с общим охватом более 7 тысяч человек. Это тематические встречи, беседы с молодежью, с приглашением представителей Русской Православной Церкви, круглые столы, направленные на формирование и развитие молодежи толерантности, миролюбия, веротерпимости, а также направленные на профилактику экстремистской деятельности. И межэтнических конфликтов в молодежной среде. Для молодежи организовываем кинопоказы, видеофильмы. Также организовываем посещение молодежных делегаций различных воскресных служб в Русско-Православной Церкви и литургии и крестных ходов. Систематически проводятся молодежные информационно-раздаточные акции с целью информирования молодежи о терроризме и экстремизме, их последствиях, о толерантности и ее значимости, о православных праздниках, историях появления традиций. Итог заседания подвел глава муниципального образования Лобинский район Александр Садчиков. Я думаю, что этот разговор, он еще раз подтвердил правильность тех направлений, которые мы на сегодняшний день ведем. Очень большая сила, конечно, заключается в том, что у нас 56 казачьих классов, более тысячи ребят, которые проходят с малышей сегодня подготовку в казачьих классах. У нас очень большая спортивная зона для... Очень есть интересные наработки в отношении других моментов наших национальных видов спорта. Поэтому, как говорится, всегда соседа уважай, всегда к соседу относись по-доброму, но себя умей защитить в любой момент и поставить так, как оно должно быть. По итогам заседания участники комиссии поделились своими взглядами и отметили особую роль молодежи и казачества в процессе становления российской государственности и культуры. Казачество на Кубани является национальной идеей. Сегодня мы можем абсолютно достоверно говорить и юридически, и фактически, и исторически, что казачество формировало эти земли. Именно формировало те населенные пункты, в которых мы проживаем. На тех обычаях и традициях казачьих выросли целое поколение героев. И я думаю, что это проверено временем уже. И нет необходимости нам в каких-то других обычаях и традициях это имеет право на жизнь. Поэтому развивается система казачьих классов. Поэтому и губернатор носит черкесскую казачью форму. И вот все больше мероприятий идут именно с казачьей составляющей. И это очень важно. И это, наверное, для Кубани это не просто характерно, а по-другому быть не может. Я считаю, что большая, очень серьезная преференция России это именно в ее многонациональности. И формирование этой многонациональности на основе великой российской государственности и культуры. Вот сейчас, наверное, всем народам России нужно сделать свой выбор в рамках общей духовной нравственности и соединиться заново как государство. Самое главное – это роль молодых семей сейчас. Потому что молодые семьи, они именно и понесут культуру своих предков. И они воспитают нам новое поколение, которое возьмется действительно за единую российскую идентичность и будет реализовано именно в этой форме. То есть наши дети, они придут уже, и наши внуки, в режиме нового государства с новыми реалиями, с новыми вызовами. И для того, чтобы сохранить все, что непростое в своей жизни и в борьбе, оставили нам предки, мы должны развивать эти традиции, а не рушить их.